МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 М99,1 ФМ на нашем веб-сайте radioNVC.com и, конечно же, на нашем канале в YouTube, также называется Radio NVC. Не забывайте регистрироваться, то есть нажмите кнопочку subscribe. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Будем знать, что у нас есть подписчики. Пожалуйста, сделайте это. И не забывайте отмечать, если вам понравилась программа, что вам это понравилось. Там есть такой... Пальчик вверх, пальчик вниз, но самое главное – правильный пальчик. Да. Анатолий Червец, меня зовут Сергей Зацепин. Наши слушатели из Израиля, похоже, уже на месте. Привет, Израилю. В YouTube слушают нас, и не только из Израиля. С чего начнем? Да, привет всем тем, которые нас слушают, которые нас смотрят, которые нас поддерживают. Всем спасибо. Значит, в Иллинойсе, ну, несколько слов буквально, похоже, что Нижняя Палата Иллинойса поддержала инициативу Притцкера изменить Конституцию. Ну, а кто в этом сомневался? Они будут выносить это на реверену, я так понимаю, потому что без этого они не смогут изменить. Но хотелось бы, чтобы они еще какие-какие вопросы-то добавили. Стоит ли провести пенсионную реформу для государственных служащих, скажем так? Стоит ли заморозить налоги на недвижимость? Нет, ну, Сереж, это, знаешь, есть два понятия. Одно называется вышлость, а второе называется реалити. То есть, это реальность и это, ну, мечтаемость. Поэтому реальность в том, что, конечно же, они его поддержат, конечно же, они его протащат. Я сомневаюсь, что он где-то застрянет. Плюс, я думаю, так, что Притцкер вместе с Мерриганом, они не настолько просты, чтобы от нечего делать, вбрасывать, не зная результата. Да. Ну, у них большинство там, что касается... Да, у законодательного органа. Ну, и, конечно же, у них большинство в Куб Каунте, в Круг Каунте. Поэтому от них будет все зависеть, к сожалению. А люди работающие, бизнесы, все будет продолжать утекать. Там, каждые пять минут по человеку из этого штата убегает. Ну, и бизнесы уходят. И получится так, что налоги-то платить некому. То есть, те, кто получает, кто работает, кто платит налоги, их становится все меньше. А с учетом того, что у нас все-таки Сэнкьюри-Сити, вот тех, кто не платит налоги... Те, кто их высасывает из казна... И становится все больше. То есть, как бы и штат, и город обречен. Ты знаешь, что меня сейчас только что посетила мысль? Ведь Тони Прэнк Уинкл, она таки осталась Куб Каунти Борд Президент. Да. То есть, теперь смотри, какая интересная вещь. Это называется игра в наперстке. Быть мэром Чикаго, оказывается, она была недостаточно хороша. А вот заменить ее, как Куб Каунти Борд Президент, потому что она просто, ну, коррумпирование ее, по-моему, сегодня нет в Куб Каунти, ее оставили. Так что, какая-то печальная перспектива. И демократам все равно никак не имется. Они все равно продолжают голосовать за этих же людей, за коррумпированных, за тех, которые разрушают штат, которые несут вред тем, кто живет в этом штате. И они все равно продолжают за них голосовать. Как это объяснить? Наверное, найдутся какие-то объяснения этому. Можно найти, покопаться, придумать что-нибудь, сказать, что это вот потому. То есть мы понимаем, что... Я понимаю богатых, у них денег много. Я понимаю бедных, у них денег нет, поэтому им все равно. Но вот средний класс... Так вот поэтому они и делают все, чтобы выжить, выдавить средний класс. Так а средний класс идет вместе с ними, вот что самое интересное. Но средний класс отчасти голосует за них. Да, это удивительно. Люди, которых насилуют, люди, которых обворовывают, которым устраивают желтую жизнь, они продолжают голосовать за своих вот этих... Ну, мазохизмом это объяснить. Это вообще оттаск. То есть это все равно, что вот человека, которого... Ну, женщину, которую изнасиловали, и она подает заявление о помиловании ее насильника. Понимаешь? То есть вот я никогда ничего не пойму и не знаю. Окей, а по поводу заявлений, вот Майкл Иванетти, помните, совсем недавно? Совсем еще недавно. Он более ста раз появился там, скажем, на CNN. И они его пророчили... Президентом, президентом, демократической партии. Я смотрел компиляцию со всех этих каналов Майкла Иванетти. А серьезно? Как они... И сейчас вдруг ему предъявлено... Ну, просто тьма обвинений, в том числе и за то, что он обворовал Стормин Денни. Да, да, да. И после всех дел оказывается, что она вроде бы и не спала с президентом. Она призналась, что она с президентом не спала. Но как рептарды, плав, просто в восторге. А вот, ну, и медиа, конечно, эти проститутки с медиа, общая, ну, тут-то уже ему не открутиться, вот тут-то уже Трамп попался. Аванетти его съест, все, вот тут уже все. И на тебе. Аванетти пойдет в тюрьму, похоже, до конца дней своих. Надолго, если его действительно признают виновным по всем тем обвинениям, ой, ему долго придется следить. А проститутки в медиа, не покраснев, не моргнув глазом, продолжают свою пропагандистскую работу. А все потому, что у нас свобода слова и печати. Понимаешь? О, мой гад. Теперь ты мне скажи, ты знаешь, что вот в то время, когда Аванетти был самым-самым-самым популярным, единственный человек, у которого хватило enough причинного места, сказать ему в глаза то, что он о нем думает, это Токар Карлсон. Ты помнишь, как он ему сказал? Крипи порн лоер. Крипи порн лоер, you are disgusting. И при том, при этом, при всем при этом, у вас костюм, минимум за штуку денег, а вы отбираете эту несчастную порно-звезду, которая собирает бутылки, чтобы как-то прожить. Понимаешь? Вот это был единственный человек, который ему сказал в глаза четко, в то время, когда он был самым... Вот хорошо, что ты обратил на это внимание. Я всегда обращаю. Я рекомендую всем тем, кто черпает свои новости из вечерних шоу, так называемых юмористов. Да-да, Киммел и так далее. Да, вот я рекомендую вам послушать Токара Карлсона, поскольку и в этом случае он оказался прав. Но это должно послужить примером для того, кому можно верить, к кому можно верить. У нас там какие-то проблемы возникают в Ютьюбе. Похоже, что-то вдруг прекращает совещание. Мы приносим свои извинения. Я надеюсь, что эта программа пойдет в повторе. Вы сможете посмотреть. А пока давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Кроме того вопроса, о котором вы сказали, Притскер выдвинул, скоро будет референдум жителей Ильнойса по поводу того, чтобы нашу текст-систему перевести на фэртекс. Вот расскажите, пожалуйста, всем нам, так сказать, что такое фэртекс. Потому что я была участницей очередного опроса. И вот там этот вопрос стоял. То есть скоро это будет, чтобы все остальные тоже понимали, что это такое и как надо реагировать. Собственно, мы об этом и говорили, что они на шаг приблизились. Значит, конституция нашего штата, конституции нашего штата предусмотрена, так называемая, фэртекс. То есть... Фэртекс. Вот начнем мы облагать налогами по повышенной ставке богатых. Начиная с... Ну, это продается так. От 200... Вот те, кто зарабатывают 250 тысяч и больше, вот мы им повысим налоги. А поскольку мы якобы не хотим повышать налог на средний класс, то нам необходимо принять поправку к конституции, позволяющей вводить прогрессивный налог, вот так называемый, с разными градациями. Это... То есть ты понимаешь, что в конституции это оговорить невозможно. В конституции можно поставить вопрос четко, да или нет. То ли мы оставляем фэртекс, то ли мы вводим поправку, которая нам позволяет вводить грэджуэринг текст. Все. А теперь, если эта поправка пройдет, и тогда у них развязаны руки делать все, что угодно. Я вовсе не уверен, что вот этот парень Притцкер захочет бесконечно повышать налоги на себя и себе подобных. Или, скажем, те, кто имеет кучу денег, огромные доходы, начнут лоббировать свои интересы. Ну, то есть попытаться снизить вот рост налогов на них. То есть карманы этих ублюдков в Спрингфилде будут набиваться деньгами богатых людей, которые живут в нашем штате. А поскольку богатых людей, которые живут в нашем штате, значительно меньше, чем тех, которые получают меньше двухсот пятидесяти тысяч, но для того, чтобы пополнить казну, у них будут развязаны руки. Это значит, что в средний класс опять вставят так, что по самые дальше некуда. Вот это все, чего добивается этот ублюдок. То есть его партия. Еще раз, да, для того, чтобы люди немножко как-то яснее представили себе эту ситуацию, смотрите, мы меняем, в принципе, конституцию, так, развязываем себе руки. Теперь, пока, чтобы на нас не очень сильно обижались, мы говорим, ребята, это будет только для тех, у которых доход выше двухсот пятидесяти тысяч. Теперь, уже обложили доходом двести пятьдесят тысяч, теперь следующее мы сделаем, знаете, что денег не хватает в казне. Это уже заведомо известно, потому что уже просчитали. Даже если сделать налоги вот так, как продает Притцкер, это все равно не изменит ситуацию никоим образом. Поэтому следующий шаг. Следующий шаг, это 150 тысяч. Следующий шаг, там, 95 тысяч. И вы понимаете, что вот таким макаром, причем это не будет растягиваться лет на сорок. Это в лучшем случае, так, чтобы Притцкеру переизбраться на следующий срок, это разделится где-то лет на, года на четыре, на пять. И вот таким макаром доберутся до тех людей, у которых доход в семьдесят пять тысяч. Конституция позволяет делать вот этот graduating tax. Это просто вопрос вот этой градации. То есть, когда дойдут до людей в определенном, так называемом, tax-градации. Вот и все. То есть, продают под лживым соусом точно так же, как продавали Обама Кер. В расчете на идиотов, на дураков, на тупость, как Грубер уже неоднократно признался, что все это был большой обман. Все, которые хотят оставить себе своего врача, помните, да, это обещание. И кто хочет сократить. Сохранить свою страховку. И две тысячи пятьсот сэкономить каждый год. Вот под таким соусом продавалось. Вот ту же самую тактику использует Притцкий. Но, собственно, демократы всегда используют. Они кроме лжи продать ничего не могут. Потому что все идеи, ведь посмотри, все идеи, которые они предлагают, они не находят поддержки у населения. Поэтому демократы еще в 65-м году решили, что не-не-не, американцы нас никогда не поддержат, не поймут и ничего не сделают. Поэтому нам нужно поменять миграционные законы. Поэтому нам нужно завести сюда как можно больше, так сказать, андеркласса, поменять избирателей. И только тогда мы сможем закрепиться у власти надолго, если не навсегда. Давай на секундочку вспомним нашу демократическую республику Китай. То есть ребята, которые задумают и рассчитывают на лет 50-70 вперед. Понимаете? То есть те люди, которые говорят, да никогда в жизни этого не будет. Исходя из того, что происходит сегодня, даже представить себе не могут о том, того, что может произойти через 50 лет, вот этим шаговым строем, которым мы идем. А вот умные китайцы, они об этом задумываются, ой, намного, и задолго, до того, как. Так вот демократы наши живут не сегодняшним днем. Они живут точно по модели Китайской Народной Республики. К сожалению. Ну, хорошим это так или иначе, к сожалению, не закончится, потому что, ну, какой бы, какой бы, я не знаю, государство всеобщего благоденствия не задумывалось, по каким бы соусам оно не поддавалось, это идет в разрез естественными особенностями человеческой натуры. Вот интересно, иногда некоторые говорят, вот через какое-то время человек поймет, и что эгоизм там или еще что-то является большой проблемой, и надо исправляться. Что вы, вот мне интересно, когда они говорят, человек поймет, а вы имеете в виду кого? Вот среднего жителя Америки, среднего жителя Сирии, среднего жителя Гондураса и так далее. Что значит человек? Человек, это индивидуальность. И в природе человека нормально, собственно, капитализм и был построен на основе естественных, социальных каких-то человеческих... Взаимоотношений. Да, то есть человек в первую очередь заботится о себе и своих близких. Это естественно, это нормально. Если каждый будет заботиться о себе и своих близких, общество будет нормальным, счастливым, благополучным. Но эти же все время приходят и говорят, что они заботятся о всем мире. Это же интересно. То есть, ну, мы заботимся о всем мире. Раньше думай о родине. Да-да-да. Помнишь, да? А потом о себе. Вот. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Смотрите, Сережа, а кто вам мешает уехать? Или новое? Ну, во-первых, Отвечай. Отвечай. То есть, я сейчас выскажу. Вопрос, Филикс. У меня дети учатся в школе. Это первое. И мало того, я бы переехал, может быть, в соседний штат не так далеко, но действительно дети учатся в школе, и это для меня как бы такой большой якорь. Потому что, в конце концов, ну, их будущее меня беспокоит, поэтому мне хотелось бы, чтобы они получили нормальное образование. Это один вопрос. Второй вопрос, это вот этот бизнес, который, ну, уже много лет, уже больше 15 лет, по-моему, существует. Понимаете, есть какие-то причины, которые держат меня здесь. А ты мне скажи другую вещь. Почему по логике нашего супермудрого... Феликс, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос? Нет. Нет, еще нет. Я сейчас еще... Я вам задам следующий вопрос. Нет, я наведу. Если вы так волнуетесь о школе. Вы же не любите школьное образование в Иллиной. Я всегда говорил, что вот одна единственная школа, которую я знаю, во всяком случае, может, есть какие-то другие школы. Мои дети ходят в Стивенсен Хай. И она, наверное, не идеальная школа, и там есть свои проблемы. Но, во всяком случае, рейтинги показывают, что выходцы из этой школы как бы могут продолжить свое образование. они готовы для того, чтобы идти и продолжать свое образование. Но есть масса, есть сотни школ, которые... Я не знаю, чему они учат своих детей, как они учат своих школьников. Похоже, что не тому. Дальше, Феликс. Не, ну, вы так объяснили, что единственная школа это Стивенс. Можно я задам вопрос, Феликс? Я переехал с одного места в другое исключительно из-за школы. Несмотря на высокие налоги, которые душат, конечно же. Но именно из-за школы я поменял недвижимость. Продали одну, купили другую и так далее. Именно исключительно из-за школы. Я думаю, что все нормальные родители... А какая школа у вас была? Да неважно. Все нормальные родители... А вот сколько вы платили налоги? Феликс, а назвать вам имя учителя той школы? Я вам расскажу, что в той школе, когда один мой сын ходил во второй класс, когда были выборы президента Обамы первый раз, второклассникам был задан вопрос, кого бы вы хотели видеть или хотели бы вы видеть президента Обамы, обаму вашим... Ну, кандидата Обаму вашим президентом. Мой сын сказал, что он не хотел бы видеть его своим президентом. И нам устроили вырванные годы. То есть учительница позвонила нам, сказала у вашего сына проблему, он расист, хотя соседские дети были, так сказать, афроамериканцы, он с ними вполне дружил, и никаких расовых предрассудков я у него не наблюдал. У детей вообще этого нет. Ну, это только нормальным людям, понятно, кроме дебильных учителей. Так вот, она говорит, не удивляйтесь, что вам позвонит социал-воркер. И таки социал-воркер позвонила, попыталась объяснить моей супруге, что у нашего ребенка есть расовые какие-то предрассудки. И я вам должен сказать, что социал-воркер пожалела о том, что она позвонила. Поэтому мы переехали, поменяли место жительства. Я ответил на ваш вопрос, Феликс? Нет, потому что второй класс, это не хай-скул. Ну, абсолютно, второй класс, но это он сейчас ходит. Ну, это было в восьмом году. Сейчас мой старший заканчивает хай-скул. Тот, который был во втором классе. Ну, вы к чему хотите? Какое вы хотите? То есть, Феликс, вы спросили меня, почему я не уезжаю? Я вам ответил. Вас этот вопрос не устраивает. Ну, что я могу сделать, Феликс? Можно я задам наводящий вопрос? Феликс, послушайте меня. Скажите мне, пожалуйста, почему, если мы пытаемся как-то улучшить ситуацию там, где мы живем, почему мы должны отсюда уезжать, а не те, которые пытаются здесь поменять законы, которые будут ущемлять жителей этого штата? Скажите мне. Вот, в частности, Феликс и вам подобные, которые голосуют за этих полеводов. Уродов, попросту говоря. Которые грабят этот штат, приводят его в экономическую яму и выгоняют отсюда жителей нормальных, и выгоняют отсюда бизнесы. А вы продолжаете за них голосовать. Начнем с того, что... Начнем с того, что мы должны остановиться на рекламную паузу. Если у вас будет еще что сказать, тогда потом, после перерыва. Потом. Я хочу, чтобы он звонил. Я ему просто задам вопрос. Феликс, вы понимаете, давайте я вам нарисую такую быстренькую картину. А картина такова. Вот все те, которые сегодня зарабатывают деньги и платят налоги в казну штата, если по вашей логике все эти люди отсюда уедут, то вы понимаете, да, что когда нечего кушать, берутся за своих. То есть откуда-то же никто не хочет погибать от голода. И поэтому в штате начнут следующими возьмутся за вас. И вот эти все льготы, которые вы сегодня получаете, которые вы якобы заработали за долгие годы кропотливого труда, их начнут у вас урезать. Почему? Потому что в штате денег нет. Мы из штата уехали. Мы вам этих денег больше давать не будем. И вот у вас получается ситуация, что вам сегодня, не дай бог, стучу себя по голове, я вам ничего плохого не желаю. Но если у вас сегодня вдруг понадобится какая-то серьезная операция, за которую нужно будет платить, а в штате нет денег для того, чтобы вам за нее платить, вам скажут, вы знаете, дорогой ты наш друг, не в том ты возрасте, чтобы на тебя деньги тратить. Поэтому будьте нам здоровы, живите как знаете, и проживете столько, сколько проживете. Такая вас картина устраивает. И похоже, поэтому Феликс и поддерживает демократов. Вот видишь, это укладывается в его понимание. Вот те люди, которые, в частности, я, мой бизнес, плачу налоги, бизнес платит налоги, Феликса это не устраивает. Он хочет, чтобы я отсюда уехал. Но чтобы на мое место приехало несколько там гондурасцев, которые бы сели на шею штатному правительству и федеральному правительству. Но Феликс, штатное правительство тоже ведь какие-то программы оплачивает, и я боюсь, что... На всех не хватит. На всех не хватит. На всех тех, которых вы сюда заманиваете, и на людей, которые нуждаются, реально, американцы, на всех денег не хватит. И еще одну хочу сказать. И Анатолий прав. Начнут с того, что вас начнут кушать. Поверьте мне, Притцкер и его миньоны себе зарплаты и пенсии уменьшать не будут. С вас начнут, и вами же закончат. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, ребята. Зачем будут? Уже, как говорил Звоневский, уже. Моя мама, которая 80 лет, и она, у нее есть медикер, у нее есть медикер, она инвалид. Забрали в медикал транспортейш. Уже. Я, конечно, на них злюсь, но я мозгами понимаю, что если платить нечем людям и компаниям, то все. Раньше ее хотя бы к врачам возили вот эти вот компании, специализирующиеся на перевозке, сейчас это уже отняли. Да, да. Значит, это надо, чтобы... Я, конечно, ее предлагал, я ее ввожу, когда могу, и все. Но нифига этого возможно. Она взяла и поменяла очень хорошего врача, ну, скажем так, на другого, потому что он рядом. Потому что на нем она может доехать, где автобусная остановка, понимаете? Да, а следующий... И если ржа поддержают, там тоже она получает. Пускай немного, да, не в половину, нет. А на 15-20 долларов, каждый шаг, нет, понижают. Уже. Я вам скажу больше. Да. А эти господа, которые говорят, что вы за демократов, я не знаю, но не знаю, просто анатомически, каким местом надо соображать, вот не знаю. Больше вы знаете, я не знаю. Ну, они, ты понимаешь, понимаете, они, к сожалению, соображать не могут, потому что там, где у них мозги, они на этом месте сидят. И получается, у них давление повышается, и мозг отказывается работать. Неужели нельзя понять элементарную вещь, что когда корзна опустит вообще, то будет очень-очень плохо. Очень, как Китай, знаете, собираем 5 урожайевриса в город. Да. Вот как это? Очень вкусно, вкусно. Да, спасибо большое. Это действительно так, потому что, скажем, если город еще может объявить банкротство по Конституции, то штат банкротство объявить не может. Это значит, что все программы, ну, люди, которые слушают, в том числе и пожилые нас слушают, ведь всевозможные программы помощи, там, хаузинг, электричество, там, транспортэшн, еще что-то там. Хомккер, Сереженька. Хомккер и так далее. Такая речка, хомккер. То есть, приходящие медсестры, все, вы об этом забудете. Этого не будет, потому что денег нет. И еще раз говорю, прежде чем они себе хоть на копейку, хоть на пенни сократят пенсию, я имею в виду политиков и чиновников государственных, прежде чем они себе урежут хоть на пенни свой доход, они с вас снимут все абсолютно, до последней нитки. Продолжайте голосовать за демократов. Смотри, элементарная вещь, да? Идем по списку. Первое, вот у человека уже урезают транспортэйшн. Следующий шаг, это хомкер. То есть, к человеку, который нуждается в женщине или в мужчине, чтобы его помогли, ну, мы знаем, что это такое, да? Уже этого не будет. Теперь, в прошлом году, насколько я понимаю, урезали чек, которым оплачивали за электричество, за кондиционер и так далее. То есть, ребята, вы понимаете, в каком направлении вы идете? Уважаемый Феликс, вы вообще себе на секундочку, я понимаю, что вы могли отработать здесь 40 лет, заработать себе шикарную пенсию, но вы поймите, что этой пенсии вам не хватит, просто не хватит на то, чтобы осуществить свое проживание, дай бог вам жить, долгие годы, но вам этого не хватит. И вот, когда вам начнут ставить вилы к горло, вот тогда вы вспомните мои высказывания, Сережины высказывания о том, что, ребята, вы понимаете, что те, которые отсюда уезжают, они не делают вам одолжение, они вашу жизнь этим ухудшают, поэтому не пытайтесь отсюда выдворить людей, которые вас содержат. — Добрый день. — Алло. — Да. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Могу говорить, да? — Да-да, пожалуйста. — Попов, в свете того, о чем мы сейчас говорили, я где-то точно не запомнил, но где-то я подцепил информацию, что якобы то небольшое количество республикантов, которые имеются в штате, то ли в районе Феории, то ли где-то оттуда, я сейчас не помню точно это место, они вроде как собирают петицию о том, чтобы отделить Чикаго от всего остального штата. Ну, как было когда-то прецедент был в Вирджине, Западной Вирджине, это было. — Да-да-да. — Вы что-то слышали об этом? — Да, конечно. — Спасибо за субтитры. — Там на, на, прошу прощения, на Юго-Западе, там есть четыре округа республиканские, которые действительно там пытаются что-то сделать. Один из этих округов, представитель, это Кинзингер. Эдам Кинзингер, да. Так вот, это те люди, которые действительно, но им надоело воевать с Кук Каунти, понимаете? Потому что все остальные каунти, они маленькие. Дюк Пейдж, Лассел, даже Лейк и так далее, Махенри, ну и множество-множество других каунтист. Они маленькие, они, у них свои Кук Каунти, у них свои тексы, каунти тексы, на которые они замечательно живут, у них всего, ну, будем говорить так, более-менее хватает до тех пор, пока не касается вот штата, да. А проблема в том, что так как в штате самая большая каунти, это Кук, и в основном все решения в штате принимаются за счет вот такого рода людей, как Феликс, которые живут в Кук Каунти, нормальным людям, которые хотят действительно жить в достатке, они не могут этого добиться. И поэтому, я вам скажу, это действительно, это крик души. Это не от того, что Калифорния хочет отделиться от всей Америки, потому что там, ну, просто край. Понимаете, они там считаются самыми либеральными. Техас тоже хочет отделиться. Почему? Это штаты, которые процветающие. Я имею в виду не Калифорнию, я имею в виду Техас, я имею в виду Джорджию, я имею в виду вот штаты, которые действительно, тот же Вискансен, кстати, это тоже процветающий штат. Охайо, процветающий штат. И поверьте мне, им очень тяжело бороться с остальными штатами, демократическими, которые просто высасывают деньги из федеральной казны и так далее. Вот почему это все происходит. Ну, теперь вернемся на федеральный уровень. Лайза Каммингс, этот Светоч, кристально чистый человек, борец за права угнетенных и так далее, председатель комитета по надзору и реформам правительства. Вот прошла информация, что оказывается, женушка-то его использовала, его положение, как председателя комитета, что называется, pay to play. и зарабатывала там кучу денег, используя вот этого кристально чистого председателя комитета по надзору и реформам правительства. Ну, собственно, у нас есть председатель финансового комитета, зачем далеко ходить, да? Совершенно верно, который там неоднократно комиссия по этике рассматривала и только что в тюрьму не посадили. Она теперь возглавляет... У нас есть честнейший председатель юридического комитета по расследованию, да? Сынок, его там замешан в дерьме по уши. Спасибо Недлеру. В общем, вот такие кристально чистые демократы возглавляют комитеты и продолжается эта борьба, эти атаки какие-то расслежившие. Вчера опять сказал, мы опять получим документы, underline, evidence, будем рассматривать. И в то же время состоялась встреча с закрытыми дверями Нэнси Пелоси со своей бандой. И там жуткие дебаты идут по поводу того, ну то есть исламисты с коммунистами нас настаивают на том... Исламисты, то есть вот эти две... Да, Тлаибы и Омар. Да, одна представляет палестинских арабов, палестинскую автономию в нашем Конгрессе, другая этих... Сомалийскую... Гусульманцев, да. ...республику представляет и, так сказать, бьется за их интересы. Ну и присоединившийся к ним Акасио Кортес, которая представляет лево-радикальное отребье во всей своей красе. То есть совершенно... Они, похоже, рулят в Конгрессе, рулят в демократическом кокосе. И берут за горло Нэнси Пелоси. Та, хотя уже из ума, в общем-то, выжила, но, похоже, советники ей советуют, что если мы объявим импичмент, который никуда не пойдет, за который навряд ли проголосует необходимое большинство даже в Нижней Палате, не говоря уже о Сенате, то тем самым они подпишут себе смертный приговор. Ну, политический смертный приговор. То есть, значит, в 2020 году... Хотя я думаю, что в 2020 году их так или иначе должны вышибить из Конгресса. Но невозможно. Я же... Два года люди занимаются хрен знает чем. Вообще ничем. Ни одного Билла... Ну, а никакого предложения... Они, знаешь, для отмазки, для того, чтобы прийти на CNN, на MSNBC сказать, мы Биллы, мы проголосовали, вот там Билл такой, такой, Билл, который нахрен никому не нужен, за который никто в Сенате голосовать не будет. Его даже на голосование не поставят. Потому что это такие леворадикальные потуги. Да, типа Гринделл. Гринделл. Да, вот такую... Вот такую лабудень придумают, лишь бы прийти на телевидение и сказать, мы работаем, мы можем и работать, и расследование проводить. Хотя точно знают, наверняка, даже еще не взявшись за перо, чтобы написать этот законопроект, они знают, что он никуда не пойдет, потому что он настолько радикален, что он не пройдет. Ну, да... Даже если бы в Сенате большинство принадлежало демократам, такие законопроекты, которые выдает Пелоси со своей бандой, они бы не прошли, потому что в Сенате все-таки он более сдержанный. Там нет Акаси-Кортес, там пока еще нет Клаиба, Амар и так далее. Поэтому он бы все равно не прошел. Но для того, чтобы замазорить глаза, для того, чтобы Неве Трамперам дать возможность говорить, вот Конгресс работает, но при этом он еще раз следует приступ... Ковер-ап. Она заявила, что Трамп замешан в ковер-ап. В покрытии, в сокрытии ковер-ап, да? Сокрытие, покрытие. Интересно, а какое преступление? Ковер-ап Трамп. Малер пришел к выводу, что никакого калужин, никакой кооперации, никакой, так сказать, не было между правительством России и командой Трампа. Это однозначно заявлено об этом. Нет, все, не было. Перед. Те факты, которые он там перечисляет, он бы мог взять New York Times или посмотреть CNN. Это все перемалывалось в течение двух лет. Одни и те же эпизоды какие-то, которые ни о чем не говорят. Ну, то есть, вот как же сын Трампа встречался с Весельницкой. Он не получил никакой информации, но он был готов к тому, чтобы получить информацию. При этом, ни одна тварь на этом же CNN не скажет. Подождите секундочку. Трамп был готов получить какую-то информацию на Хиллари Клинтон. Но при этом Хиллари Клинтон и демократическая партия заплатила 12 миллионов долларов юридической фирме, которая заплатила Fusion GPS, которая заплатила бывшему английскому шпиону, который заплатил бабки русским за дезинформацию. За дезинформацию. За дезинформацию. То есть, русские вышли умнее всех этих идиотов. Они продали. Они не просто всучили дезу, дезинформацию. На самом деле, чтобы всучить дезинформацию, над этим очень долго и трудно нужно работать. Потому что, ну, все же проверяться должно все шкантай, поэтому нужно как-то это сделать так, чтобы оно было правдоподобно. Так вот, русские, это как в том анекдоте про еврея, который служил в армии и там что-то про страховку продавал. Так русские еще умудрились продать и получить бабки за эту дезинформацию. И эту дезинформацию использовали для того, чтобы, во-первых, не допустить Трампа к президентству, а во-вторых, для того, чтобы этот заговор осуществить, чтобы его скинуть с Белого дома, выкинуть из Белого дома. И ничего, это все в порядке. Ничего, каждый день открывается новая и новая информация. Новая и новая информация. Ну и, конечно же, все пути ведут на самый верх, к Мессии, к Мессии Обама. И вот выясняется, что они собирались по вот этому расследованию, Russia Gate, так называемый, собиралась вся эта верхушка CIA, NSA, FBI, и там советники, Байден, Джо, Слиппиджо, Слиппиджо, Сюзан Райс, в общем, вся эта банда собиралась и в Situation Room и вдруг, а это все записано, все такие встречи, которые касаются там национальной безопасности, они записываются на видео. И вдруг, когда они стали обсуждать этот вопрос, видео раз, остановилось. Остановили. Ну, ни у одного такого демократа до мозга костей это не вызовет никаких вопросов. А у меня это вызывает вопросы, как это так? Обсуждаются вопросы национальной безопасности. Есть практика все это записывать, фиксировать, и вдруг раз видео остановилось. Так что, друзья, вопрос знаешь какой? Вот Трамп обвинили в Калужин с русскими, бла-бла-бла-бла-бла. Опускаем все это за скобки и приходим к моменту, где мессия Обама шепчет на ухо Медведеву не волнуйся, правильное время, пройдут выборы, и меня будут... И это не является Калужин. Ну, абсолютно. Что ты? Это же демократ, демократический президент. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я сейчас смотрю сериал, который называется «Хорошая борьба». Это, в общем-то, про юристов. Но во втором сезоне этого сериала, там уже он замешан на политике. И там очень хорошо показывается, как демократы устроили конкурс среди юридистских компаний. «Хорошая борьба» и «Хорошая борьба». И «Хорошая борьба». что лучше придумает сценарии для того, чтобы обвинить в чем-то трампа. И там это видно, как это все придумано на самом деле. «Хорошая борьба». «Хорошая борьба». И посмотрите, откуда вот эту негодяйку американцы, которые положили там уйму жизней, откуда они ее вытащили, освободили, и что она сейчас вытворяет против Соединенных Штатов. посмотрите, это очень классный фильм «Black Hawk Down». Я уж когда ты заговорил о фильмах, я должен отдать должное российской пропаганде, в смысле фильмов, которые они делают, в отличие от проституток в Голливуде, которые обсирают свою страну с головы до ног, просто делают из нашей страны какого-то монстра, виноватого во всех делах. Я недавно посмотрел фильм, называется «Балканский рубеж». Это о событиях в Югославии, когда Билл Клинтон, засунув свой пенос туда, куда не следует, и чтобы отвлечь внимание публики от этого скандала, он начал бомбить Югославию. Они сделали фильм, почему он так поставлен неплохо, ну понятно, что там элементы пропаганды есть, безусловно, есть, и это я понимаю, но я понимаю и стремление, я понимаю, почему россияне так голосуют за Путина, за, так сказать, настроены против Запада и так далее, потому что фильмы, они ставят такие, и фильмы вызывают сочувствие, безусловное сочувствие по отношению к сербам, которых там уничтожали, понимаешь? И я сравниваю это с тем, что делает Голливуд, и неудивительно, что 42% дебилов в этой стране хотят построить социализм, это результат деятельности профессуры этих марксистов и Голливуда, и вот результат, они разрушают эту страну, нет, они точно убеждены, что они смогут построить социализм с человеческим лицом, то есть, никому на протяжении 100 лет не удалось этого сделать, а они сделают, потому что они такие умные, блин, ой, к сожалению, времени больше не осталось, а так, так уже хотелось сказать все, что я о них думаю, это окей, дорогие друзья, одну вещь, одну вещь, которую я вас попрошу, пожалуйста, думайте, думайте сами, своими мозгами, спасибо всем большое, спасибо, друзья, и извините, если что не так.